Продолжение следует... 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 Здесь представлены на слайде фенотипы пациентов с делецией в области центромеры, то есть это более крупная делеция, и с делецией вне центромеры. Всех пациентов объединяет некоторые характерные фенотипические черты. В частности, это крупные диспластичные уши, низкопосаженные, широкий рот, длинный фильтр, близкопосаженные глаза. И хотелось бы представить несколько клинических случаев данного синдрома. Первый случай – это пациент А. Мальчик родился с задержкой внутриутробного развития, с асфиксией при рождении. И уже при рождении отмечались такие признаки, как ПТОС, низкопосаженные уши, большой рот, длинный фильтр. На первом году жизни отмечалась мышечная гипотония и задержка роста. Ребенок был консультирован генетиком по месту жительства, было проведено кариотипирование и была выявлена делеция по короткому плечу 18-х хромосомы. В наш центр он попал в возрасте 2 лет 3 месяцев. Уже на тот момент отмечалась грубая задержка роста, сниженный уровень ФР, другие тропные гормоны ДНГ-гипофиза были в норме. И по данным МРТ головного мозга была выявлена характерная триада гипплазии ДНГ-гипофиза, воронки и ектопии нейргипофиза. Кроме этого, у данного ребенка присутствовал единственный центральный резец верхней челюсти. Учитывая наличие грубой задержки роста, характерные картины по МРТ, низкого уровня ФР, был установлен диагноз изолированный СТГ-девицит и была начата заместительная гормональная терапия гормоном роста. В дальнейшем ребенку был проведен хромосомный микроматочный анализ, который помог определить гены, расположенные в регионе дисбаланса. В частности, мы видим, что в данный регион попал ген TGFF1, который ассоциированный с развитием пороков центральной нервной системы, в том числе гиппетитаризмом. Гены ассоциированы с развитием мышечной дистонии и в том числе с развитием задержки психомоторного развития. В настоящий момент ребенок занимается логопедом, однако прогресс достаточно скромный. К 3 годам ребенок говорит только несколько слов. Следующий клинический пример – это девочка, которая родилась с нормальными ростовосовыми показателями и, так же, как в предыдущем случае, с первого дня жизни отмечалась выраженная мышечная гипотония. Кроме этого, у ребенка постепенно нарастал синдром холестаза, который к концу первого месяца жизни достиг уже достаточно выраженной клинической картины. Ребенку исключались инфекционные гепатиты, ребенок не был неоднократно обследован в нескольких стационарах нашего города и, в том числе, проводила скрывая биопсия печени ввиду подозрений на трезию желчеводящих путей, которая не была подтверждена. Кроме того, у девочки отмечалось наличие врожденной катаракты и порока сердца. Ввиду наличия множественных пороков развития, было проведено молекулярно-ангенетическое исследование, корритепирование которого подтвердило диагноз синдром Дегруша первого типа. Впервые ребенок попал к эндокринологу в 3,5 месяца. На фоне гипогликемии было проведено гормональное исследование, кортизол не определялся, АКТГ был ниже нормы. Был также выявлен сниженный уровень Т4 и уровень трансаминаза был повышенным. По данным МРТ головного мозга, был был сам диагноз пустое турецкое седло. Ребенку была назначена заместительная гормональная терапия гидрокортизоном и левотероксином и уже в течение буквально одного месяца удалось скупировать симптомы холестаза. В 2 года ребенку был установлен диагноз СТГ-дефицит и начата терапия гормоном роста с положительным эффектом. Однако у ребенка сохраняется задержка психоматурного развития, ходит в 4 лет и в 7 лет ребенок говорил буквально несколько слов и пользовался уже языком немых. Следующий клинический случай, это пациент Н, родился у нее от близкородственного брака с нормальными массоростовыми показателями. В первые часы после рождения отмечались признаки гипогликемии. На 13-й сутки жизни судороги и апноэ. И ребенок был выписан с диагнозом эпилепсия, получал терапию вольпровой кислотой. Несмотря на проводимую терапию противосудорожную, сохранялся судорожный синдром. В возрасте 1 месяца девочка была госпитализирована в стационар, где был выявлен низкий уровень кортизол, низкий уровень Т4, низкий уровень ФР1. Проведено МРТ головного мозга, где была выявлена характерная триада признаков. И учитывая наличие фенотипа, было проведено кариотипирование, подтвердившее наличие синдром Дегруши. Ребенку была назначена заместительная гормональная терапия гидрокортизоном и тироксином. Гипогликемии экупированы, однако при попытке терапии гормоном роста, со слов мамы, отмечались температурные реакции, в виде чего терапия была отложена. И уже у нас в центре, в условиях стационара, ребенок был повторно обследован в год и 4 месяца. Отмечалась грубая задержка роста, очень низкий, практически непределяемый уровень ФР. И в условиях стационара, под контролем общего анализа крови, мочи и других показателей, была назначена терапия гормоном роста. В небольшой дозе температурных реакций выявлено не было. Если говорить про длинное плечо 18-хромосомы, то оно содержит порядка 196 генов, 15 из них предположительно дозозависимые и приводят к гаппо-недостаточности. Среди них гены ассоциированы с развитием пороков сердца, также есть гены-кандидаты развития аутизма, задержки психомоторного развития. И стоит обратить внимание на ген ТСФ4, который с задержкой речи и психомоторного развития. При сохранности данного гена, то есть если этот ген не попадает в область делеции, то прогноз по психоречевому развитию у таких пациентов гораздо выше, чем у тех, у кого данный ген попал в область делеции. Пациенты, которые ввиду делеции утеряли данный ген, они даже несмотря на проводимые реабилитационные мероприятия, не дают какого-то прогресса в плане речевого развития, к большому сожалению. И как я уже говорила, разделяют два типа. Моносомия по длинному плечу бывает двух типов. Проксимальный и дистальный. При проксимальном типе, помимо задержки речи и задержки интеллектуального развития, у нас могут быть пороки сердца, гидронефроз, косоглазие. И СТГ-дефицит встречается в 14% случаев. И здесь показан фенотип данных пациентов. Если мы говорим про дистальный тип, здесь также характерна задержка речи и интеллектуального развития, как в принципе для синдрома Д. Груши. Однако выше процент ортопедической патологии, может быть нарушением милинизации, и задержка роста встречается в 64%. По данным исследователей, в 50% случаев задержки роста при дистальном типе обусловлено дефицитом гормоном роста. И вот на этом слайде представлен фенотип пациентов при дистальном типе дилеции. Следующий клинический пример. Ребенок, рожденный в срок, с абсолютно нормальным весом и ростом при рождении. Уже после рождения отмечались фенотипические признаки, как широкая переносица, короткий нос, гиплазия средней части лица, синдоктилия 2-3 пальцев и клиндоктилия 5-го пальца. С первого года жизни отмечалась выраженная мышечная гипотония. В 1 год 4 месяца ребенок был проконсультированным генетиком. Был проведен хромосомный микроматоричный анализ, который позволил нам определить гены, расположенные в регионе дисбаланса. И стоит отметить, что в регион не попал ген ТСФ4, что говорило нам о том, что прогноз в плане речевого развития был более благоприятным. В возрасте 1 года 4 месяца отмечалось некоторое снижение скорости роста и ввиду выраженной мышечной гипотонии по решению консилиума была рекомендована пробная терапия горном роста, которая продолжается до настоящего времени без каких-то либо побочных эффектов. В 3 года была выявлена кондуктивная тугоухость и у ребенка отмечается выраженный прогресс развития речи на фоне реабилитации. Его речь практически не отличается от речи сверстников. В данной таблице приведены данные по психомоторному развитию наших пациентов и возраст приобретения основных навыков. Но следует отметить, что общее психомоторное развитие идет с задержкой. У всех практически пациентов, кроме последнего, есть грубая задержка речи. Не у всех присутствуют навыки самообслуживания. Вот, собственно, ожидаем, что будет в дальнейшем у нас динамики. И в заключение хотелось бы сказать, что гипопитутаризм при делециях 18-х хромосомы является относительно частным проявлением, что наличие стигмы дезембергенеза у детей с гипопитутаризмом должно служить поводом к проведению корритепирования или хромосомно-микроматричного анализа. Точная локализация области дефекта позволяет нам прогнозировать спектр возможных нарушений и в дальнейшем оптимизировать план обследования и наблюдения за такими детьми. В заключение еще бы хотела сказать, что в США есть центр в Сан-Диего, в Сан-Антонио, который занимается непосредственно патологией 18-х хромосомы. На сайте данного центра представлены данные их исследований, алгоритмы и сообщества для пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Замечательно. Вопросы? Коллеги? Вопросы? В чате есть, да? Можно вопрос? Да, конечно. Или я пропустил во втором случае, кроме гипогликемии, какие там еще были признаки самотропной недостаточности, насчет которых вы говорили? Или там тоже там три ряда была? Там была пустая, если мы говорим про второго пациента, то СТГ-дефицит был поставлен уже в возрасте 2 лет. По данным МРТ, было пустое турецкое седло. Диагноз был поставлен на основании сниженного уровня ФФР, грубо задержки роста и наличие множественных дефицитов тропных. Да. Спасибо. 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 Спасибо.